Добрый день, уважаемые ребята, уважаемые родители, уважаемые педагоги. Мы начинаем наш традиционный ежегодный праздник. Да здравствует клуб веселых и находчивых, ГБОУ школа номер 2107. И в этом году он носит название «Театр начинается с...» Весь мир — театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Театр — это жизнь. Все, что актеры воплощают на сцене, связано с жизнью и жизненными историями. На сцене живут и борются, радуются и страдают герои. Ты волнуешься за их судьбу, горячо сочувствуешь им. Ты весь поглощен событиями, разыгрывающимися по ту сторону рампы. Так с чего же начинается театр? Театр — это жизнь. Итак, сегодня мы очень рады вас приветствовать на втором общешкольном КВН сезона 2018, который посвящен именно ему, Его Величеству Театру. Оценивать таланты наших замечательных актеров будет строгий и неподкупный художественный совет. В составе — главный режиссер, инициативный новатор Ешкова Наталья Федоровна. Помощник режиссера — Манготова Анна Викторовна. Главный продюсер наших актеров — Манготова Анна Викторовна. Ну, у нас есть еще один главный продюсер — это Киранова Ильбера Ньязукова. Известный в театральных кругах — Шим Артемов. И постановщик образовательных спектаклей — Техуч Рената Валентин. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, все готовы? Да! Нет, вы не готовы, ребят. Ну что? Школа здоровья, она готова вообще? Ура! Ну, а физико-математическая школа? Ура! Романа Ролана? Ура! А, жюри готовы? Да! Нет, 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 вообще не... Что? Готовы? Да! Молодцы. Тогда начинаем! Итак, приглашаем капитанов на жильевку. Внимание! Черезнёвка проводится только один раз, и дальше команда выступает в порядке определенного жеребья. Первые! Стойте, представьте, пожалуйста. Вячеслав Борисов. Из какой-то школы? Школа Роман Ролан, команда непохожая. Отлично. Кто у нас второй? Представьте, пожалуйста. Михаил Парамидзе, школа здоровья. Пожалуйста, представьте, тоже. Сергей Васильев, физико-математическая школа. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Итак, первую команду просим пройти на сцену для того, чтобы подготовиться. Первое действие нашего спектакля – визитка команды. Максимальное количество баллов – три. Испокон веков ученики одной из старой-старой школы, а два противоборствующих классов. Эта традиция сложилась еще в средние века, но сохранилась и до наших дней. И даже сейчас вы можете увидеть это своими глазами. Посмотрите и увидитесь сами, или мы вернем вам ваши деньги. Итак, мы представляем вам пьесу «Непохожие». Но с чего же начинается театр? А театр начинается с афиши. И кто же у нас в ролях? Итак, клан экономистов. Вячеслав Борисов. Миллиардер, плейбой, мизантрон. Но правда, в будущем. Далее. Давыдова Анна. Такая за словом в карман не полезет. Сердцеедка со стажем. Дубова Елизавета. В узких руках шире известна под кличкой Дуб. Плохая девочка. Медилистка по вопросам, касающимся домашних заданий. Гуманитарный план. Жанн. Интеллигент. Будущий дипломат и президент Казахстанского спорта. Литвиненко Амин. Отличница. Обладательница рекорда, занятенного в книгу Гиннесса по количеству выполненных домашних заданий. И Ариночка. Активистка. Комсомолка. Спортсменка. Наконец, она просто красавица. Извините, пожалуйста. Я, конечно, не хочу жаловаться. Но вот в нашем классе есть мальчик, имя которого я не буду называть. Но это Слава Борисов, которая против конца нашей семьи. Чего? 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 Так. Ну, как раз в том. Притча. Высоко-высоко на сцене между двух сил стоял красавец мужчина, материн. И решил он помирить их. Но оказалось, что помирить их может только КВН. Решили они играть в КВН вместе. И назвались они «Команда непохожие». Все равно, что мы непохожи, А музыка у нас похожа. Все равно, что мы непохожи. Спасибо большое команде. И мы просим на сцену вторую команду. Прочно. Вылаз на КВН. Адрес Свердловского, 21. Бригада в ваших полях. На выяв. Вылаз на КВН. Адрес Свердловского, 21. Бригада в ваших полях. На выяв. Ой, тебе не кажется, что ты слишком пополнила. Такими темпами нам даже айсберг не понадобится. Ну да, вчерашний термизу был лишний. Кстати, который час сейчас? Да вроде без 10 и 3. Ну, пора перекусить. Что такое, розочка? Нет? Что такое, розочка? Нет? Нет, нет, нет. Врач, врач, помогите, пожалуйста. Мои розочки уберите, пожалуйста, скорее. Братаря, батарейка села. Ой-ой-ой. Батарейка. Братаря, батарейка. Пусть хоть у микрофона сядет батарейка. Ой-ой-ой-ой. Батарейка. Ой-ой-ой-ой. Батарейка. Вас приветствует бригада 268. Наш девиз? Чем позднее приедешь, тем точнее диагноз. А теперь третий коллектив просит вашу сцену. Здравствуйте. Вас приветствует команда «Физмотаун». Мы хорошо шутим, но вы все равно ничего не поймете. А как вы могли догадаться, «Физмотаун» — это город. В нашем городе живут физики, математики, ну и еще кто-то. Но отличить их с первого взгляда довольно-таки проблематично. Да я их сейчас на изи отличу. Какой антоник к слову параллельно? Перпендикулярно. Какой антоник к слову параллельно? Последовательно. Все понятно. Это математики, а это физики. Теперь, когда вы знаете участников нашей команды, можно начинать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А как известно, губят людей не пиво, губят людей вода. Итак, заходит как-то бесконечное количество математиков в бар. Здрасте, а может, пожалуйста, пол-литра пива? Можно одну четвертую? Можно одну восьмую? Одну шнадцатую. Стоп, математики, я знаю ваш предел. Вот вам один литр. А как вы могли уже понять, наш юмор довольно-таки специфичный. Но мы продолжаем. Итак, Эйнштейн, Ньютон и Паскаль. Решили как-то поиграть в прятки. Смотрим. Я считаю до пяти, не могу до десяти. Раз, два, три, четыре, пять, я иду вас всех искать. О, Ньютон. Я Ньютон на метр в квадрате, так что ты нашел Паскаль. А в конце нам бы хотелось обратиться к нашим соперникам. Итак, в нашем комплексе есть еще две школы. Школа здоровья, школа с социально-экономическим иклоном и школа с языковым иклоном. Поэтому для торжественной речи мы специально пригласили кандидата экономических наук, ответственным за спортивное здоровье молодежи. И просим. Лучше уровень утрезной страны. Итак, встречайте, Виталий Мутко. Олени мои, друзья и учителя. Дайте мне говорить снизу моего сердца. Я хочу сказать, что школа – второй дом, четыре миллиона мальчиков и девочек. Не важно, в какой школе вы учите. Масса, биологическая, экономическая или языка. Для меня, школа – это как хороший друг. Четырь меня, школа, как хороший друг. Наш друг овца – это длинная история. Я хочу утопить вас за приглашение. Желаю вам всего хорошего. Хороших побоков. С вами была команда КВН «Кизма Таун». Спасибо. Итак, давайте узнаем оценки для первой команды. Команда школы Романа Ролана, непохожая. Напомним, что максимальное количество баллов за визитку – три. Три, три, два, два, три. Вторая команда школа здоровья – три, 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 три. И команда 18.40 из Матау – два, 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 два. Итак, второй номер нашей программы – разминка. Максимальное количество баллов – четыре. Приглашаем все команды на сцену. Всех. В полном составе. Мы пока объясним правила. Команды в порядке швелия задают два вопроса соперникам. После ответов других дают свой ответ. На обдумывание вам дается 30 секунд. Команда первая задает первый вопрос. Я стою всем, получается, или нет? Итак, какое самое длинное слово в русском языке? Время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, вопрос. Какое самое отдельное слово в русском языке? Пожизненное. Итак, какое самое отдельное слово в русском языке? Сифровозатрон. Спасибо большое. И ваш ответ? Слово о полку Игореве. Вы задаете второй ваш вопрос. Нет, следующий круг. Почему, когда Паскаль зашел в бар, он очень сильно удивился? Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Почему волки не едят бабушек? Они не исполняют законы, но у них есть совесть, как у любого бандитов. Они не имеют морального травма. Спасибо. 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 Итак, команда, ваш ответ. Почему волки не едят бабушек? Волки не едят бабушек, потому что мясо престарело. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, второй вопрос. Первая команда. Кем стал Иванушка Дурачок после окончания сказки? Еще раз, кем стал Иванушка-дурачок после окончания сказки? Кем стал Иванушка-дурачок после окончания сказки? Депутатом. И следующий ответ. Кем стал Иванушка-дурачок после окончания сказки? Иванушка-интернешнл. Итак, ваш собственный ответ. Менеджером. Так, следующая команда. Восемнадцать сорок. Ваша сторона. Как с научной точки зрения получить творожную массу? Как с научной точки зрения получить творожную массу? Музы rereuder 계속... ПОКАЛИЕНТЕЕ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как с научной точки зрения получить творожную массу? Творожную силу поделить на творожное ускорение. Как с научной точки зрения получить творожную массу? С битмиксером. И ваш ответ? У этой команды уже была своя вариация. Как с научной точки зрения получить творожную массу? Поделить творожный импульс на творожный объем? Спасибо большое. И команда на здоровье. Ваш второй вопрос. Итак, если пора скинуть мозгами, то как собраться с мыслями? Поехали. Поехали. Если пора скинуть мозгами, то как собраться с мыслями? Выйти из себя. АПЛОДИСМЕНТЫ Школа 18-40. Если собраться с мыслями, то как пораскинуть мозгами? АПЛОДИСМЕНТЫ Взять себя в руки. АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь ваш собственный ответ. Ну, мы с ребятами думали-думали, но мы сами не знаем. Лучше спросить у Курты Кобейна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо большое команда. Вы можете садиться. А команда номер один идёт готовиться к следующему заданию. Домашнему заданию. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, жюри готово пить оценки за разминку? Жюри готово. Итак, школа имени Романа Ролана. Алиценочки. Два, два, три, четыре, три. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Школа восемнадцать сорок. АПЛОДИСМЕНТЫ Три, два, три, три, два. АПЛОДИСМЕНТЫ И школа здоровья. Три, три, четыре, четыре. Три. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Найти актёров было нелегко. Кто-то слишком занятой, кто-то не хочет. Мы только вчера с ребятами договорились. Вот, посмотрите, что же получилось. Сюжет у нас не хитрый. Даниил Ромео и Вячеслав Джульетта. Эй, пацан, секундочку. Я Джульетта? Почему сейчас только я узнаю об этом? ПО РАНКИ ГЛУ ГРОМЧЕ! Если б ты заранее узнал, еще вчера б нам отказал. Но раз ты здесь... О, милая Джульетта! Вам лучше поскорее надеться вот это. Ты хочешь, чтоб я платье нацепил? Как вас? Ромео. Ты дебил. Я должен быть Ромео, а не ты. Ромео из интеллигентишей семьи. Все, кто читал Шекспира, знают это. Вообще-то я собираюсь поступать в МГИМО. В других семей там как бы и не бывает. Как вам вообще могло прийти на ум, что я Джульетта? Я позаботился. У деда взял костюм. В спортзале прочитал Шекспира. В музей метнулся. Там украл рапиру. Я полдня, полдня потратил на все это, и чтоб потом узнать, что я Джульетта. Как вас? Ромео. Ты тупой. Не буду я девчонкой. Ну почему так сразу? Давай наденем платье. Поправим пчелку. Считаешь, я красивая? Ну все равно мне это как-то не идет. Кто мог сказать такое? Ты молод. Свеж. Не можешь удивиться. Но вот уж сколько времени. Ломаешься как юная девица. Ну ладно. Ромео. К вам ваш друг Меркуцио. Привет, Ромео. Привет, Ромео. Как оказалось, вообще-то я Джульетта. А, ну ладно. Привет, Ромео. Здравствуйте. Джульетта? Меркуцио, мой друг, скажи мне честно. Как тебе моя интересна? Не знаю, брат, как тебе сказать. Брутальная. Подкачанная лень. Отличный выбор. Средний рост и вес. Ну где ты нашел эту Джульетту? Стоп, свиньи, стоп. Я не Джульетта. Я Ромео. Стоп. Не понял я. Ромео и Ромео? Хотя мне нравится такая московская лав-стопик. Ну ладно, пойдемте. У меня решение. Николай, Николай, Ромео. Ты хочешь быть Ромео? Слушай. О, милый друг Ромео. Давай же из Героны убежим, И обвенчаться дабы. Ну что? Ах, что же ты молчишь? Плохо. Не верю. Ну кто так играет бабу? Где полет, энергия? Играешь как мужик? Смотри. О, милый друг Ромео. Любовь моя. Давай же из Героны убежим, И обвечаемся на дабы. Ну что? Ну что же ты молчишь? Так-так. Так-так. Джульетта и Джульетта вы теперь? В Таиланде что-то встречает у нас события? Пусть в родлен день, когда я согласился принять участие в этом фарсе. Ах, если б не звонок от классной. Я даже знаю, что она обещала. Алло, Флай, сыграешь сцену? Пятерка в полугодии за мной. А ну-ка повтори. Алло, Флай. Как зовут? Ромео. Ты тупой! Не потерплю таких я сквернословов! Меркуцио, спасай! Нет повести. Печаль не на свете, чем повести Ромео и Джульетти. «Дача» 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 Спасибо большое первой команде. На сцену приглашается вторая команда. Каждый из нас бывал в стрессовой ситуации А чаще всего у них бывают школьники Особенно в преддверии экзаменов Но обычно никто даже не задумывается, что происходит у них в организме Бригада 268 представляет анатомический театр Дорогие ученики, до конца экзаменов осталось 5 минут Просьба цинести все свои ответы в бланке Так, нет, один вопрос я прочитаю Ничего больше Так, первый вопрос Какая масса жира должна быть у человека, чтобы пуля не смогла пробить его? Что за бред пишут в экзаменах по химии? Да сердце хорош стучать и ходи уже Да ладно тебе ругаться, я посмотрю, что ты там бы написал Ё-моё, только имя? Серьезно, только имя? Да и что вообще такое? Ты что там психуешь? Почему только имя? Фамилия, класс, регион Ха-ха, тогда ладно Стоп, стоп, стоп Так, так, где мы будем жить дальше? Что скажут родители? Где мы будем учиться? Боже, ну а что мы будем? Жить я не понимаю, ты же необразованный Что? Да, чтоб ты знала Да я казахский выучила по свежителю воздуха Не скажи что-нибудь Суниркзен И что это Паку finish значит? Не распылейте над огнём О, Господи Слушай, я одного не понимаю Ты о чём продумывался? Я, конечно, всё понимаю И сами и так не важны Бла-бла-бла-бла-бла-бла Есть что-то поважнее Ну что мы будем делать дальше? На что мы будем жить? Господи, дорогуша, не переживай У нас тут полтора миллиона И чуть ниже полтора Чего? Э, сюда пошли! Блази, стучай! Вы, мои хорошие, многоцелуи! Чего пришли? Я замазала Что нам сейчас тут делать? Я не знаю, это не мое Это важный сценарий крут Вам его и не нести Чего? Камы, что ли, Серёж? Ван? Кстати, хорошо, что вы пришли У меня для вас приятнейшая новость Скоро один из вас отправится в путешествие Буду я А какой? Ну помните, несколько месяцев назад Один из нас Аппендицид Отправился в него А ему там понравилось? Очень! Вы видели первую Я пью Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Не ссойтесь, не ссойтесь Вы мне нужны целые Здоровые Идите отдыхайте Давайте-давайте А я смотрю, ты нормально там загибаешь на мое место в сердце? Ты весь это это помедленней Ну, ладно Слушай, я, конечно, всё понимаю План Б, все дела, это отлично Но нам надо чуть-чуть пожалеть печень Совсем чуть-чуть Она ещё раз не выдержит, ну, понимаешь? А вот, кстати, она Опять ты? Что-то ты какой-то полудохлый Растула тебя, чувак Ну, почему вы меня не жалеете? Я не могу больше Почему всё время пасут? Почему? Потому что он рядом Почему вы там встречаетесь? Почему именно новый маг я не понимаю? Потому что он рядом Вы можете праздновать, хотя бы, не знаю, раз в месяц? Друг мой Каждый день Это праздник Праздник его Позвольствия Слушай, слушай Кстати, ну ты это Сегодня же экзамены Праздновать потом пойдёшь Пойдём в лак? Да, вот в тот Картошка, фрис Капу Фрис, бургет Молод Мороз А чё ты пройдёшь? Не знаю Да Слушай, мы совсем забыли про экзамен И надо хоть что-то прочитать Да что ты мне мозг взрываешь Сама так Слушай, читай вопрос Я не поняла Я смотрю Не знаю я твой экзамен Отстань Читай Какой должна быть Половина Я Нет 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 Что? Хватит Ну экзамен Да что ты вечно всё портишь Сама портишь Ясно? Читай вопрос По-моему По-моему Ты совсем ни о чём не задумываешься В будущем Подожди-ка Ты чувствуешь это? Что-то хочется сладко Да, такой странный Странный Сладко выходит Не, кислого Кислого Да, я тоже это чувствую А что вы тут делаете? Мы экзамен пишем Пытаемся Я есть хочу А это не мои проблемы Иди отсюда Ну слушай Вы же поели перед экзаменом Ну, до меня Тебе здесь дошла Только недавно Да, до тебя с первого раза Не доходит Только с пятого Ну, мне это Стало-то удовольствие Да ты у нас Просто сам и запоздал Вот до тебя Дочь всех доходит В смысле С пятого раза? Иди отсюда Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Да что ты нашел? Столько я не ел уже Да поем я, уйди только В смысле запоздал я? Дверь там Да, вот у нас, конечно, слаженный коллективчик Думаю, пора хоть прочитать вопрос, но я не понимаю Что-то, что-то Что-то Еще чуть-чуть Еще чуть-чуть Одно 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 Да, сейчас Вот Спасибо большое команде. И третья команда бросит на сцену. А в нашем городе, Физмотауне, все очень любят считать. Поэтому каждый день там занимаются подсчетом голосов. Без разницы, своих или чужих. Итак, предвыборные дебаты в соседних биохимках. Смотрим. Здравствуйте, дорогие зрители. Вы смотрите «Вечер с Владимиром Чайкой». Итак, сегодня мы проводим заключительные дебаты перед выборами на должность главы биохимика. Наши кандидаты прошли через все ступени предвыборной кампании и готовы к последнему рывку. Ну что ж, начнем, пожалуй, с вас, Фтор Никелевич. Да, спасибо. Добрый вечер, дорогие избиратели. Наша партия, справедливая галогена, всегда уступала и будет выступать за равенство и честность. Наталья Вольфрамович, дайте отговорить Фтору Никелевичу. У меня здесь есть потерпевший, у которого этот ваш, как называемый, кандидат, это рота, украл электрон. В это рота, иди сюда! Что случилось в прошлом году? Как-то раз я пошел на дисконтеку, сам я познакомился за дом. Мы выколюбаем канализатором, и он предложил поехать к нему. Все было хорошо, ничего не прелещало, чем ты. Приехал к нему, он вступил с нами в реакцию, и он не убедился, или где он? Все, ясно. Шоу, вот. Так, а мы немедленно убедились в этот цирк отсюда. Это только начало. Так, а мы немедленно прекратили все это безобразие. Почему вы говорите постоянно только о вас, на полинете? Вы такая умная, все, но давайте говорить о вас. Есть еще гелий. Да смотри ты! Гелий не реагирует! Что он так и делал? Какая тебе разница, не у нас? Вот видите, какие у нас есть кандидаты? Химию в школе не учат, полное отчасти знаний. Грязь! Черная грязь! Боже мой, каждый раз, на каждом дебатах одно и то же. Вы мне надоели. Я вызываю вас на дуэль. Я вообще против всех. Да, мы успокоились. Президентами по химии не разнесет наш город в химии. Чтобы были радостные успехи, мы голосуем против всех. Я с вами о химке! Молостойте по химии! Я победил! Я молодец! Спасибо! 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 Итак, спасибо большое! И сейчас жюри нам объявит оценки. Итак, оценка в первой команде, команде школы Роман Романова. 4, 4, 6, 6, 6, 6. Спасибо большое! Школа здоровья. 6, 6, 6, 6, 6. И 18, 40. 5, 6, 5, 6, 5. Итак, мы подошли к финалу. Остался всего один конкурс. Конкурс капитанов. Приглашаем всех капитанов на сцену. Максимальное количество за конкурс капитанов капитанов мало. Конкурс капитанов. Если красота быть камидами, то тебе ему оценивать. Не ловится отсюда кроме Ka behalf посетов на сцену. И bowman, 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 bowman. Слава! 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 Итак, задание для конкурса капитанов нам сейчас объявит наш многоуважаемый художественный совет. Просье. Уважаемые капитаны. Уважаемые капитаны, прошу внимания, сейчас очень сложный конкурс. Сейчас пожеребьевки. Каждый из вас достанет ту или иную роль. Пожалуйста, подойдите. Немечательные. Немечательные шляки. А там не цифры того. Мальвина. Мальвина. Можешь пойти, длинненько пока подготовится. Кот Матроскин. Клистаков. 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 А будьте готовы к карине. Клистаков. 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 Дальнее. Включите пока на мою звуку. Слава, танцуй. Слава. Бальвина, танцуй. Включите пока на мою звуку. Уч całe все semaine в скорой ночи до вечера. Любим молодому человеку! Осен bezgos! Кофер м陵う! Включите пока на мою звуку! Ч âмь открыли з pearl. Слава. «Слова! Слова! 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 Слова!» «Ваша! Слова! Слова!» Итак, уважаемые капитаны, готовы? Да! «Адace! Полная импровизация!» Да! Импровизируем на сюжет сказки «Три поросенка». Поросенок Вальвина, поросенок Христаков, поросенок Коль Матросов. Итак, начинаем. Слушайте инструкцию капитана. Жили-были «Три поросенка» — Мальвина, Христаков и поросенок Коль Матросов. Жили-жили, не тужили, но кончилась осень, и подступает зима. И сказал кот Матроскин, «Надо бы нам дом построить!» На что Мальвина ему ответила, «Давай построим!» «Да!» «Давай с ручей с ними!» «Дотоком будем с поста!» «Давай построить ещё дороже!» «Ну мало них!» «Может, пешеходный переход?» «Подвину!» «Нет, зайти!» «Разрыть!» «Разрыть!» «Чем?» «Чем?» «Лапками!» «Лапки!» 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 «Материалы!» «Материалы!» «Что нужно?» «Деньги!» «Деньги!» «Не спорили, коту Матроскину позвонил волк» «Волк?» «Здрасте!» «Ага!» «Хорошо!» «Да!» «Ого!» «Да!» «Хорошо, хорошо!» «Что он сказал?» «Что он сказал?» «Он был!» «Давай, что еще?» «Ничего!» «Все?» «Тупой волк?» «Тупой волк!» «Тут профессенок Христаков понял, что ему пора на бал» «Напал?» «А, да, я не знаю, ему на бал пора». «Моск, секунду!» «Напал без меня?» «Я только что ушел на балку» «Тихо!» «Включай кавкарку!» «Включай кавкарку!» «Тяга мы без мудки принзвать не будем так» «Нет, все, балок меняйте!» «Дом, дом, дом строить, холодно!» «Холодно!» «Кто из чего будет?» У меня красота. И тут снова позвонил волк. Мальвина. Скажи, чтобы мне звонили, пожалуйста. Да, да, да. Перевожь волк. Волк отраслеться. Воври, короче. Так киты, а не волки разговаривают. Ты чё? Киты по-другому разговаривают. Я кот-биолог. Всё. Он нас сожрёт! Я врач! Ложись! Что делать? Ветки, ветки. Ветки, ветки. Вот, вот. Вот, вот. Вот, вот. Кипич! 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 Это не кипич! 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 Стоп! 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 Только что вы увидели в современном исполнении импульсацию сказки «Три поросёнка». Итак, спасибо большое капитанам, и мы сейчас дадим время жюри подвести итоги. Оценки за конкурс капитана. Первая команда, команда Романа Ролана. Оценки. Пять. 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 Вторая команда, школа здоровья. Пять. 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 Четыре. И школа. Восемнадцать сорок. Оценки. Пять. 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 Четыре. Четыре. И напоминаем, что максимальное количество баллов пять. Собственно, слово предоставляется подсовету для подведения итогов нашего КВН. Собственно, спасибо. Собственно, спасибо. Собственно, спасибо. Собственно, спасибо. Награждается команда «Физма Тау» за участие в КВН 2018 года. Поздравляем вас. Также награждается эта команда за номинации «Тонкое интеллигентное чувство юмора». Награждается команда «Физма Тау» за участие в КВН 2018 года. Команда награждается за полное раскрытие темы. И награждается победитель сегодняшнего конкурса, награждается переходящим кубком КВН 2107. «Бригада 268». Также эта команда получает приз, вернее, номинацию «Зрительских симпатий». Награждается «Физма Тау» за артистичность и умение себя предъявить. Награждается «Физма Тау» за артистичность и умение себя предъявить. «Браво! Браво! 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 И награждается капитан команды бригады 268 Барамидзе Михаилу. И поздравительное слово предоставляется директору школы Олеся Николаевна Лукашева. — Ну вы, помимо того, что вы еще и хорошо и учитесь, вы еще, оказывается, умеете шутить. — У меня на занятиях вы немножко побаиваетесь шутить, но хотя хорошо, получается, Барамидзе всегда шутит, у него это и на урок хорошо. — Ну, на самом деле, я действительно, ну, к сожалению, не попала на все мероприятие, да, подошла только на несколько ваших конкурсов, но уже через эти конкурсы вы знаете, о чем я подумала. Я вот смотрю, что здесь в основном десятиклассники, да, в основном, десятый класс. — Ну, большинство, ну, по крайней мере, да, я вас на уроку знаю. И мне хотелось бы вам пожелать, чтобы вы умели ценить и ценили те моменты, которые вы проводите, вот не просто в урочной деятельности, ну, согласитесь, это же скучновато, да, а вот когда вот такой активности, как вот КВМ, наши выезды, кто участвовал в этих выездах, да, если вы действительно принимаете в этом участие, ребят, вот вы открываетесь и вы взрослеете, взрослеет не только в уроках, в учебной деятельности, а взрослеет вот в таких коммуникациях, в таких командных соревнованиях. Я надеюсь, что в следующем году вы повторите такое же мероприятие, я обещаю, что я обязательно буду к его началу. Я надеюсь, вот уже сказала Миша, я пожелала, поскольку в прошлом году я ему вручала точно такую же награду, я сказала, что в следующем году таких надо обязательно сделать, надо постараться. Ну, ну и, конечно, немного стало грустно от того, что вы уже взрослые, жалко, что вы не в 9-й, не в 8-й классы, потому что в следующем году, ну, несмотря на то, что будете в 11-м классе, эту работу можно продолжить. Можно и нужно продолжить. Вы большие молодцы. Я всех поздравляю. Я увидела во всех абсолютно победителей, поэтому, ну, не согласна с мнением жюри, мне кажется, что все они выступили достойно, все на одинаковом уровне. Но хорошо, что я не судила, поскольку я учитель, да, как говорится, тренер судить не должен. Вот, поэтому хорошо, что я не участвовала в судейской комиссии, но все же свое несогласие с вами коллеги должна выразить. Спасибо большое. А, вот еще одно мнение жюри. Так, ну, мы, конечно, просто извините, не успели. Действительно, все выступили очень прекрасно, очень замечательно. Настолько все было интересно и в тему, поэтому было очень приятно и весело. Ну, мы бы, конечно, всех наградили. Хотим наградить, в общем, Магомата Фалик, он как самый юный участник, да, в первый раз, для него это понравится первый раз в первый класс. Мы тебя поздравляем. Надеемся, что ты будешь чаще выступать в КВНе. Молодец. Молодец. Да. Молодой выступает всегда, очень хорошо. Да, вот. Так что успехов еще раз во всех. Общий шоу. Браво! 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 Конечно, вот еще молодой человек в голубой кофточке, но мы... Подойдешь, ладно? Мы, мы, да, мы фамилию, мы не успели. Ты подойди, я, пожалуйста, напишу фамилию. Хорошо? За что? Ой, за что? Ну, опять-таки, он очень такой артистичный, настолько грамотно по меду вообще выступал шикарно, вел очень хорошо, как ведущий, понимаешь, начинал вообще шикарно. Во всех отношениях вообще поточен на все. Так что нам очень понравилось. Мы обязательно отложим тоже грамотно. Мы задержим славу. Спасибо. Итак, когда спектакль закончен, благодарные зрители аплодируют актерам. АПЛОДИСМЕНТЫ Всем спасибо. До новых встреч.